Здравствуйте! Вы смотрите программу «Квадратные метры» в студии Яны Лисовая и сегодня выпуски. Строительство каких объектов привлечет туристов в Амурскую область? Из-за чего разгорелся скандал в одном из районов Благовещенска? Сколько средств получит областная столица на благоустройство дворов? И когда завершится возведение первого и единственного на Дальнем Востоке Центра культурного развития? Все самое интересное впереди. Не переключайтесь! Амурская область имеет все шансы стать туристической меккой. Перспективы развития этой отрасли обсудили губернатор Преамурия Александр Козлов и руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Московскому гостю в качестве презентации показали проект «Золотая миля», а также провели экскурсию по строящимся объектам этой площадки. Уже после на заседании, которое прошло в правительстве области, обсудили вопросы привлечения инвестиций от частных инвесторов, а также обеспечения коммуникациями «Золотой мили». Наш корреспондент Юрий Камышный расскажет подробнее. Знакомство с Амурской областью Олег Сафонов начал с осмотра территории будущей «Золотой мили». Уникальный проект, который реализуют прямо на границе с соседним Китаем. Общая площадь на мывной территории – 42 гектара. По планам в ближайшие годы здесь появятся торгово-развлекательные комплексы, гостиницы, концертные и художественные залы. Все, что будет интересно гостям Амурской области и Благовещенска. В настоящее время завершено строительство на четырех участках. На то, чтобы закончить еще шесть, необходимо 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Одной из изюминок мили станет трансграничная канатная дорога через реку Амур. Аналогов такому переходу нет нигде в мире. При пересечении границы России и Китая таким способом будет сразу осуществляться паспортно-визовый контроль. Свободный день, когда небольшой или средний трафик у туриста будет занимать, прохождение всего пути от входа в один терминал и выхода из другого терминала порядка 15 минут. В том числе и процедура таможенная, и пограничная, в том числе. Еще один объект, который осмотрел руководитель Ростуризма – гостиница в комплексе «Дом на набережной». Проект уже практически готов. Остались только внутренние отделочные работы первых постояльцев. Отель, расположенный прямо на берегу Амура, сможет принять уже в следующем году. Рабочее название отеля носит историческая часть, как «Кристалл». Но оно сейчас… Здесь уже не станет все отель? Да. 12 этажей вверх, 77 номеров, рассчитано на 105 человек. В общей инвестиции отель по предварительным данным составят свыше 350 миллионов рублей. Чтобы на Золотой Миле началось строительство туристических объектов, к территории необходимо подвести все коммуникации. Начиная от тепла и заканчивая электричеством. Как отметил губернатор области, Ростуризм уже готов помочь с решением этих задач. Некрасиво будет к предпринимательскому сообществу подходить в таком формате, что «ты иди там что-то построй». Если завтра предприниматель зайдет туда и будет сам делать коммуникации, а для того, чтобы тепло с Благовещенской ТЭЦ завести, нужно перекопать всю улицу Амурскую. Мы проходили пример улицы Зайской, когда менялся коллектор. То есть перекопать всю улицу Амурскую до Благовещенской ТЭЦ. Вы представляете, сколько это во-первых в деньгах стоит, сколько это во времени. В целом глава Ростуризма Олег Сафонов высоко оценил туристический потенциал Амурской области. В первую очередь нас отличает выгодное географическое расположение и граница с Китаем. Въездной туризм даст толчок для развития целого ряда отраслей экономики региона. Сегодня в Преамуре делают ставку на поток гостей из Поднебесной. По некоторым прогнозам уже в ближайшие годы он может достигнуть миллиона человек в год. Мы видим, что поток китайских туристов, ну не только китайских, кстати, туристов, он может кратно возрасти, просто на порядок возрасти в Амурскую область. Это очень важно, потому что это, конечно, приведет к созданию новых рабочих мест, повышению доходов бюджета, развитию малого и среднего бизнеса. Кроме Золотой мили есть и другие объекты, которые будут интересны туристам. К примеру, космодром Восточный. Участники совещания отметили, что не стоит забывать и о природном потенциале региона. По словам губернатора области, развивать эти туристические направления нужно уже сегодня, чтобы завтра получить долгожданный эффект. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Первый областной канал. Подарок к Новому году. 26 семей из Зеи в рамках программы переселения из Ветхого и Аварийного фонда получили ключи от новых квартир. Двухэтажная новостройка площадью в 561 квадратный метр. Построена из бруса, а поэтому в квартирах будет тепло даже в морозы. Новоселом ключи вручил мэр города Сергей Матвеев. Также глава отметил, на сегодняшний день город выполнил план по переселению граждан из Ветхого и Аварийного жилья и пожелал новоселам счастливой, долгой и благополучной жизни в новом строении. Для обманутых дольщиков создали онлайн-приемную. «Единая Россия» запустила специальный сервис, на котором граждане могут оставить жалобы. Прежде чем проблема будет решаться в различных инстанциях, информацию передают в исполнительный комитет партии. Чтобы обратиться за помощью, нужно зайти на сайт по адресу дольщики. В соответствующем разделе дольщики могут оставить заявление. Проблема обманутых дольщиков, говорят партийцы, по-прежнему актуальна. Для этого 10 лет назад была создана специальная рабочая группа по защите прав дольщиков и вкладчиков. За время работы уже удалось достроить почти 2000 объектов. Таким образом, свои квартиры получили около 200 тысяч участников долевого строительства. Кусок земли стал яблоком раздора между жителями одного из районов Благовещенском. Причем надевают от собственности у третьей стороны, строительной компании, которая планирует возвести на участке высотку. Одни соседи за строительство, другие категорически против. А вот кто прав, пытался выяснить наш корреспондент. Забор растащили детские. Это мы обустроим все. Мы сейчас добьемся, мы добьемся и сделаем им все. И мы обустроим все. Больше месяца ссорятся между собой две стороны. С одной жильцы общежития по Пролетарской 95, с другой владельцы домов в частном секторе. Что напротив? Разделяет их двор, на месте которого, со слов людей, будут строить 14-этажное строение. Ну, у нас вот здесь детская площадка находится. И на вот этой детской площадке решили строить дом. То есть, вот видите, уже домик для сторожа привезли, стройматериалы какие-то, доски здесь. То есть, и вот мы с этим пытаемся бороться. Доводы в пользу детской площадки приводят жители общежития. Там, говорят, ежедневно гуляют дети. Это и многих других возможностей их лишит появления во дворе многоквартирного здания. 14-этажный дом они построят на детской площадке. Потом они вот эти деревянные дома сносят, им дают квартиры в этом доме. А там будут строить парковку и детскую площадку. А у нас, получается, нет ни белевых веревок, ни парковки, ни детской площадки. Мы остались без всего. А вот жители частного сектора иного мнения. Утверждают, что на детской площадке уже давно никто не играет. Благоустройство там не проводилось лет 10. И нам бы как бы очень хотелось, чтобы в конце концов в этом месте что-то было построено. И строительство двигается, пойдет в ту сторону, и нас как бы снесут, конечно. Строительство – это всегда хорошо, строительство – это всегда благо. Город должен расстраиваться. И я не думаю, что оставят без детской площадки. Так же считают и в Благовещенской администрации. Детская площадка, только уже та, что появится во дворе нового высотного здания, будет доступна для детей сразу нескольких домов этого района. А на главный вопрос, волновавший местных жителей, есть ли право у застройщика возводить на этом участке какие-либо объекты, ответ дал главный архитектор Благовещенска. Этот земельный участок первоначально был куплен другой компанией на аукционе. И в 2013 году этот участок пришел в собственность как раз Амурской нефтяной компании. То есть с 2013 года он находится в собственности у них. Сейчас они получили градостроительный план на земельный этот участок. Идет разработка проектной документации. Еще я так понимаю, что эта документация не прошла экспертизу, потому что у нас никаких материалов пока нет. При наличии документов огораживать территорию, устанавливать на ней вагончики для рабочих, застройщик имеет полное право. Земля в его собственности. А вот возводить 14-этажный дом без разрешения городских властей он пока не может. Администрация Благовещенска заинтересовалась этим спором двух сторон и обещала провести разъяснительную беседу со всеми. Рассказать в чьей собственности земля и кто и что имеет право на ней делать. Вероника Федореева, Андрей Цветков, Иван Сюмак, Первый областной. Преамурье станет участником федерального проекта партии «Единая Россия» по благоустройству дворовых территорий, о котором упомянул в послании к федеральному собранию глава государства. Решение об участии нашего региона в проекте было принято в Москве на парламентских слушаниях, участие в которых приняли представители Благовещенска. Наш регион защищали мэр областной столицы Валентина Калита и заместитель председателя городской думы, руководитель фракции партии «Единая Россия» Эдуард Хасаншин. Нам очень приятно, что мы, как говорится, из первых уст услышали, что будет, и теперь мы точно понимаем, что нужно делать. Проект очень интересный. И самое главное, этот проект рассчитан на участие самих жителей города. То бишь, это надо будет и помогать что-то делать, и контролировать, и затем еще потом и содержать уже это. То есть жители сегодня сами должны определить, каким должен быть его двор. Требования к участникам программы пока уточняются, но уже точно известно, что будет разработана единая концепция для всех регионов страны. До марта 2017 года планируется выделить финансирование на реализацию глобального проекта. На слушаниях было отмечено, что речь идет о сумме в 20 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 10 миллиардов должны будут вложить сами субъекты. Мэр Благовещенской Валентина Калита отметила, что поддержка на уровне федерации в таких вопросах, как благоустройство, очень значима, ведь впервые развитию городской среды уделяют внимание на государственном уровне. В Белогорске заканчивается строительство единственного на Дальнем Востоке Центра культурного развития. До 22 декабря подрядчики завершат фасад и подготовят здание к вводу в эксплуатацию. Ход работ накануне с итоговой проверкой оценили специалисты областного государственного строительного надзора. Отделочные работы внутри здания уже готовы почти на 90%. Строители завершают укладку паркета в актовом зале. На этой неделе начнется монтаж сценического оборудования. После получения от Госстройнадзора акта соответствия здания проектной документации, техусловиям и регламентам подготовят разрешение на ввод Центра культурного развития в эксплуатацию. Напомним, строительство единственного на Дальнем Востоке Центра культурного развития началось в Белогорске в 2015 году. Первую сваю забили 7 сентября. Уже в этом году в Циолковском откроют первый социальный объект – двухэтажный детский сад с бассейном, рассчитанным на 230 мест, который станет одним из современных дошкольных учреждений Преамурия. Сейчас полным ходом идет подготовка к передаче нового объекта в эксплуатацию. Специалистами спецстроя уже выполнены пусконаладочные работы всех инженерных систем и автоматизации. Новый садик общей площади более 5000 квадратных метров построен с учетом максимального доступа людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них в двухэтажном здании имеется два пассажирских лифта. В дошкольном учреждении будут открыты 10 групп, оснащенных современными технологиями. При проекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода будет создан общественный совет. Он будет координировать взаимодействие компаний, задействованных в строительстве и общественности, и затронет множество вопросов. Это и влияние будущего завода на экономику, социальную инфраструктуру, экологию и другие сферы жизни города Свободного и Свободненского района. А также, например, тему взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса. Представители компании «Газпромпереработка» Благовещенской местной власти намерены привлекать местное население к реализации крупного инвестпроекта, в том числе и в качестве сотрудников. Общественный совет будет состоять из 15 человек. Оставить заявку можно по электронному адресу пресс-собака непегас.ру или телефону, указанному на экране. Важно, что члены совета будут работать на постоянной и безвозмездной основе. Ипотека со скидкой в 100 тысяч рублей и более. Такой подарок для амурчан подготовил один из российских банков. Сегодня с ним тесно сотрудничают крупные застройщики и кредитные партнеры нашего региона. Специалисты не просто оформляют сделку, а ведут ее с самого начала и до конца. Советуют лучшие объекты на индивидуальных и наиболее выгодных условиях. Причем не только в Благовещенске, а по всей стране. О том, как не упустить свой шанс, узнал наш корреспондент. Один знаком взял по 20% годовых. Ну, то есть это нереальные суммы. И платежи выходят слишком большие. И тут, да, я увидел сообщение о том, что появилась ставка ипотеки с господдержкой 10,9 годовых. Ну, понял, что все, вот он, да, это вариант, это как раз можно. То есть это получится платеж, который позволит мне, чтобы деньги остались от зарплаты и на жизнь. И решился, взял ноги в руки, побежал в банк. И правильно сделал. Ведь пониженная в разы ставка действует лишь до конца декабря. Причем выбрать можно, что душа пожелает. Квартиру на первичном или на вторичном рынках. Жилой дом с земельным участком. Или взять займ на строительство дома. В очередной раз Росельхозбанк понизил процентную ставку по ипотечному кредиту с государственной поддержкой. Данная ставка составляет 10,9% годовых. Сейчас самое время подать заявку под низкий процент и приобрести недвижимость. Данная программа действует до конца декабря 2016 года. Купить квадраты граждане могут как на территории Преамурия, так и за его пределами. Охотно амурчане раскупают квартиры в Хабаровском, Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях. Для двух последних регионов максимальная сумма ипотеки составляет 8 миллионов рублей. Причем пакет документов минимален. Паспорт, справка, где показаны доходы и трудовая. И в считанные дни от двух до пяти деньги у вас в кармане. Получив положительное решение, клиенту необходимо подобрать объект недвижимости и грамотно оформить документы. Для этого мы разработали совместную программу с нашими ведущими партнерами – агентствами недвижимости. Выбрать достойные квадраты в Благовещенске, в Амурской области или вовсе в любом регионе России помогут партнеры банка. А это 20 региональных строительных организаций и более 30 агентств недвижимости. Специалисты проведут сделку от начала и до конца. Мы заботимся о наших клиентах и вместе с ведущим банком разработали совместную программу. Сейчас клиент может прийти в офис нашей компании и он больше не стоит перед выбором, с чего начинать. Либо с получения положительного решения по ипотеке, либо с подбора вариантов. Теперь клиент может об этом не беспокоиться, прийти в офис нашей компании и получить одобрение от банка, плюс даже скидку по процентной ставке. Сегодня партнеры банка сотрудничают с крупными застройщиками Амурской области и в некоторых случаях расходы по оплате услуг риэлтора берет на себя строительная компания. Вероника Федереев, Роман Юдаков, Первый областной. 2 миллиона 600 тысяч рублей – средняя цена двухкомнатной квартиры в Благовещенске. В такую сумму обойдется жилплощадь в 55 квадратных метров. Наши коллеги с портала «Дважды два» подсчитали, какую недвижимость можно купить за эти деньги в других регионах нашей страны. Так, если вы планируете приобрести квартиру в Хабаровске, то финансов хватит на двушку площадью 60 квадратов со свежим ремонтом и встроенной мебелью. Правда, в пригороде, в 10 километрах от дальневосточной столицы. Во Владивостоке столько стоит однокомнатная квартира 34 квадратных метров в доме на земле на острове Русском, причем без свежего ремонта. Плюс в том, что до моря меньше километра. Только на однушку хватит и в Южно-Сахалинске, причем еще меньше площадью 32 квадрата. В поселке аэропорт Хамутова с косметическим ремонтом. Если в ваших планах переехать подальше от Благовещенска, например, в Красноярск, то за 2 миллиона 600 тысяч вы получите трешку, переделанную из двушки площадью 62 квадратных метра, в спальном районе с развитой инфраструктурой. В столь полюбившемся мурчанами Белгороде такую сумму просят за двушку площадью 50 квадратных метров на 12 этаже высотки, тоже в районе с хорошей инфраструктурой. В Сочи можно рассчитывать на приобретение жилья в 49 квадратов и только в окрестных поселках. Такая же ситуация и с покупкой жилья в столице нашей Родины. 2 миллиона 600 тысяч хватит, чтобы выкупить квартиру-студию в трехэтажном коттедже площадью 47 квадратов где-нибудь в Подмосковье. На этом у меня все. Смотреть нашу программу вы теперь можете и на Первом областном в эфире информационного агентства «Город» и на ТВ-центре. А пересматривать понравившиеся выпуски в социальных сетях на страничке Первого областного канала в Фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайте amurobel.tv. Я же с вами на этом прощаюсь. Пусть ваше жилье будет комфортным во всех смыслах, а возвращаться домой будет всегда приятно. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!